Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Мы представляем информационно-аналитический обзор событий, которые произошли в Рязани. Отчеты пойдут в изложение наших авторов и комментариях экспертов. Главная тема сегодняшнего обозрения в кратком изложении выглядит следующим образом. Платите ваши денежки. Наши авторы по просьбе зрителей изучили ситуацию с движением автотранспорта по первому платному переезду в районе Соколовьки. Пили в спиртзаводе, хоронили в зарыбках новые подробности резонансного преступления, совершенного недавно в Спасском районе. Свеженькое опять погорело. В многострадальном поселке Шацкого района опять полыхал сильный пожар. А теперь приступим к последовательному рассмотрению полученных известий. В Рязанской области вплоть до особого распоряжения властей объявлен режим чрезвычайной ситуации. В соответствующее губернаторское распоряжение опубликовано сегодня газеты «Рязанские ведомости». Режим ЧАЭС вводится с 15 августа, как сказано в документе, в связи со значительным увеличением количества лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в Рязанской области. Руководителем соответствующих работ определён вице-губернатор Сергей Филимонов. Такой же режим ЧАЭС рекомендовано ввести главам администрации районов, в которых развернуты пункты временного размещения переселенцев. Поток беженцев в севг-восток Украины не иссякает. Только за последние дни в Россию прибыло больше 20 тысяч человек. Люди готовы ехать в любые регионы. Главное было бы жилье и работа. Между тем, на 24 августа в Киеве запланирован так называемый Парад Победы, который ознаменует собой День независимости Украины. Как сообщают средства массовой информации, в параде будут принимать участие силовики, задействованные спецоперацией на Востоке, а также курсанты военных училищ. В прошлом году такой парад обошёлся украинской казне примерно в 18 миллионов долларов, а в этом году подготовительные работы на Кречатике уже стоили 600 тысяч. Так что немалых денег украинским налогоплательщикам будет стоить сомнительное удовольствие приветствовать военных, которые бомбят собственные города, в том числе и запрещёнными во всём мире видами боеприпасов, которые убивают мирных граждан и вынуждают их бежать из своих квартир и домов. А если это не так, то почему сие действия будет называться Парадом Победы, спрашивают аналитики. Какую намерены в Киеве отмечать победу и над кем? К другим темам. В Шацком районе опять погорел посёлок по имени Свеженькая. Тот самый, что полыхал в апреле этого года, а также памятен большим пожаром в году 2010. Посёлок с таким ласковым названием «Пограничный». Прямо за местными заборами начинается солнечная Мордовия. Горит он, увы, тоже с масштабом, что называется, на двоих. В минувший уикенд здесь сгорело семь домов. Один из них дачный, три жилых, три нежилых. В апреле Свеженькую потрепало гораздо больше. 25 апреля тут было уничтожено огнём более 30 строений. Но в самую большую беду переживал посёлок в горящем 2010-м. Тут полыхнуло аж 100 домов, были погибшие. Вообще местным жителям надо бы опасаться уикендов. В апреле 25 числа их посёлок заполыхал в пятницу. В этот раз тоже в пятницу. В 2010 году огненная буря пришла в воскресенье. Мистика какая-то, да и только. А вот причина того, что пламя в Свеженькой, разгулявшись, чувствует себя вольготно, самая что ни на есть простая. Далеко стоит посёлок от пожарных баз. А дома наоборот, вплотную друг к дружке. Вот и в случае возникновения здесь содружества огонька и ветерка, приходит беда немалая. Горело в эту пятницу в Свеженькой часов с двух дня. После 16-ти, сообщает Мордовский, пожарные пламя локализовали. Ближе к пяти вечера прилетел вертолёт со специальным устройством для тушения. Следом прибыл специальный пожарный поезд. По официальным данным, дома уничтожены на площади 300 квадратных метров. Погорельцы размещены у родственников. Причины пожара устанавливаются. Сегодня стали известны некоторые подробности резонансного преступления, раскрытого на днях в Спасском районе. Там в поле было найдено бездыханное тело убиенного человека. А потом, далеко не по горячим следам, сыщики отыскали злодеев. Примечательно, что тёмная история началась в посёлке под названием Спиртзаводской, а тело нашли на поле населённого пункта Зарыдки. Это вам не британский Баскервиль-Холл. Это наша российская действительность. Простая и частенько в этой своей простоте жуткая. Детали расследования у Олеси Харлиной. Сценарий убийства, как в дешёвом фильме ужасов, даже названия говорящие. Пили в посёлке Спиртзаводской, а товарища закопали рядом с деревней Зарыдки. Но эти детали стали известны много позже, а предшествовала им целая криминальная эпопея. Сначала троицу на автомобиле заметили сотрудники ДПС, но на просьбу остановиться водитель только прибавил газу. В результате погони компания не справилась с управлением и съехала в кювет. Выяснилось, что пассажиры и водитель пьяны, а сама машина никому из них не принадлежит. Её хозяин – 27-летний житель посёлка Павловка. Легковушку отправили на штрафстоянку в Рязань, но оказалось, что законный владелец как в воду канул, хотя накануне все мужчины отдыхали вместе. По версии задержанных, он ушёл домой раньше. Только спустя месяц удалось разобраться в коллективном вранье. Мужчину сильно избили приятелей, затем затолкали в багажник его же автомобиля и вывезли в поле, где добили и закопали. «Основную роль в совершении убийства выполнял один – это молодой человек в возрасте 22 лет. Остальные лица были его пособниками». «Я отказал шлить, потому что я сказал, я не буду». «Сказали, не будет, да?» Все участники преступления – молодые люди в возрасте от 21 до 23 лет. По их словам, добили товарища, чтобы не рассказал о драке, а молчали, чтобы не повторить его участь. «Сначала они опасались вот этого преступника, потому что характеризуется он как лицо, весьма такое состояние алкогольного опьянения агрессивное. Опасались его, что он может в отношении них совершить такое аналогичное действие, поскольку он физически сильнее их двоих. А после уже начала совершения преступления, он уже стал шантажировать их тем, что вы присутствовали при преступлении, сидите нам всем вместе, если вы мне откажетесь помогать, то я вас, соответственно, сдам». Главному подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Дополнительно будет рассмотрен и факт перевозки живого человека в багажнике. Остальные участники происшествия пока под подпиской о невыезде. Теперь в эфире журналистские отчеты наших авторов по редакторской реакции на зрительские запросы. Дежурным корреспондентом сегодня выступает Глеб Галушкин. С утра по зрительской просьбе он выезжал в Соколовку, чтобы выяснить, как сегодня там работает первый у нас платный переезд и что думают в этой связи сами водители. На первом платном рязанском путепроводе между Соколовкой и Дашковой песочни давно уже скапливается, особенно по утрам, большое число автомашин. И пробка получается при выезде из города. Здесь с утра пробки бывают? Бывают. Сильные? Нормальные. Ну то есть сложно проехать? Можно проехать. С утра да. Сильные? Ну где-то да, минут 10-15 стоишь. А так можно проехать? Да, а так вообще очень удобно. Бывают. Сильные? Да. Даже бесплатно порой открывают и пропускают. Они не только с утра. Они бывают и перед праздниками. Ну а проехать в принципе можно? Ну. Ну раньше стояли за бесплатно, а теперь стоим за деньги. Сотрудники компании-владельцы, обслуживающие этот путепровод, признают, что пробки возникают лишь по утрам. Они объясняют, что это связано с культурой автомобилистов. И для ускоренного проезда машин с половины восьмого утра шлагбаумы находятся в поднятом состоянии. Напомним, что путепровод между микрорайоном Дашково-Песочня и поселком Соколовка – первый платный путепровод в России. Запущен он в декабре 2012 года. В платном режиме функционирует с марта 2013. Сейчас цена проезда для легкового транспорта составляет 20 рублей, а для грузового – 40. По соглашению между инвестором, областным правительством и городскими властями путепровод перейдет в собственность Рязани через 20 лет после сдачи его в эксплуатацию. Вопрос в том, что в федеральном законе есть статья, что недалеко от платной дороги должна быть и бесплатная, альтернативная. Здесь же, в районе Карцево, старый переезд через железнодорожные пути закрыт. Единственный объездной маршрут – это дальняя-придальняя дорога через городские улицы. В общем, платный путепровод между Соколовкой и Дашково-Песочней работает на полную мощность, а параллельно ему объездной дороги так и не построено. Хотя дорожники должны были обеспечить альтернативный бесплатный проезд. Требования федерального закона как-никак. И еще о нашей обратной связи. Вчера на электронную почту редакции пришло письмо от жительницы Дашково-Песочни. Дама жалуется на то, что нет у нее никакой возможности перебраться с детской коляской от парка Скобелева в сторону Александра Невского храма. Старый бордюр на дорожках, как есть, повынимали, а новый пока еще в проекте. А рязанцы-то готовы подождать. Все-таки ремонт дорог – дело благое. Только вот в качестве временных переходов строители снабдили раскопки такими жиденькими мостками, что при переходе кровь в жилах стынет, а впечатлительный народ цепенеет. Вот отчет номер два в сегодняшней программе. Сейчас на улице рядом со сквером имени Скобелева, это в Дашково-Песочни, происходит замена бордюра. Рабочие прокопали траншеи и уже приступили к укладке бордюрного камня. Благоустройство, конечно, дело нужное. Однако кажется, что строители в трудовом рвении почему-то позабыли о местных жителях. Например, теперь молодые мамы во время своих уличных прогулок вынуждены искать объездной маршрут, потому что просто не могут перенести коляску с ребенком через выкопанную яму. С одной стороны лежит доска довольно-таки узкая, что с коляской страшно проезжать. Коляска тяжелая, и если я отклонюсь на сантиметр, шло сантиметр, я могу ее уграницу поднять, будет нереально, не говоря о том, что пострадает ребенок. Через дорогу там на вид также для перехода, удобного перехода граждан, битый асфальт. То есть с коляской опять проблемой заехать, потому что я уже нахожусь на дороге, и колеса буксуют в этом асфальте. Конечно, надо что-то вначале сделать, чтобы был проход. И работать, чтобы не мешали людям, допустим. Вот здесь есть в одном месте, мы хотели там пройти. Там не пройдешь, надо назад возвращаться. Ну то есть дело все в том, что надо вначале создать условия для того, чтобы люди проходили, приезжали, чтобы работали так, чтобы не мешая жить людям, как говорится. Совершенно непонятно, почему регулярно при каких-либо дорожных работах на улицах Рязани должны страдать горожане. Вроде бы есть полный набор контролеров. И мастер участка, и прораб, и инженер, и даже чиновник, который разрешает проводить работы. Да и документы наверняка в порядке. В общем-то, есть все необходимое, кроме хотя бы внимания к вроде бы мелким, но тем не менее проблемам других людей. Страдают от бордюрных ям не только молодые мамы или старики, но даже и юные велосипедисты, которые благоразумно объезжают место проведения работ. Так и велик поломаешь, да и сам в яму летишь. И надо еще посмотреть, как бы после ремонта бордюр рядом с памятником Скобелеву из временного препятствия не превратился бы в постоянное. Дело в том, что рязанцы опасаются, не забудут ли мастера там, где необходимо, сделать плавные съезды с высоких и крепких бордюров. Тогда уж и досочками не обойтись. Камни станут вечной преградой для местных жителей. Теперь коротко о сегодняшнем празднике, который отмечают все православные христиане. 19 августа празднуется преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. По преданию, чтобы явить своим ученикам небесную духовную славу, спаситель на горе Фавор преобразился перед ними. Лицо Его просияло, словно солнце, а одежды сделались белы, как света. Сегодняшним праздником православная церковь прославляет соединение божества и человечества в лице Иисуса Христа. Для нас этот праздник имеет значение такое, что каждый из нас рождается с каким-то хорошим человеком, кто-то может быть не очень, кто-то может быть мягкий от природы, кто-то пожёстче, кто-то построжче. У каждого своя структура, свой характер, своя душа. И кто-то очень часто, нам, священникам, приходится слышать такие слова, что это у меня характер такой, это я родился такой, я ничего не могу с собой поделать. Мы можем преобразиться, мы можем свою душу изменить. И вот Христос, Он пришёл для того, чтобы мы стали немного лучше, чем мы есть от рождения, чтобы мы сделали над собой какой-то вот такой рывок, напряжение какое-то вот, и напряглись и смогли сделать, вот, смогли сделать, смогли стать лучше. И венчает нашу программу сегодня материал, подготовленный при участии региональной службы прогнозов. Оксана Тебенихина получила редакционные задания. Узнать, что за погода, ожидает всех нас в ближайшие дни. Вот какие известия она добыла. Это лето выдалось непредсказуемым. Вспомнить хотя бы июнь, град, дождь, холодный ветер. Все крайности промозглой погоды мы ощутили на себе. Зато июль пошёл вразрез началу лета. Жара, от которой плавится асфальт, далась нам крайне тяжело. Остаётся только ждать, чем же нас удивят последние недели августа. В пятницу с приближением атмосферных фронтов циклона пройдут в Рязани по области кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. И вместе с этим станет прохладнее. Дневная температура воздуха не превысит 19-24 градусов тепла. Но что тут скажешь, осень уже даёт о себе знать. Ночи стали прохладнее, да и свежий ветерок навевает мысли о том, что совсем скоро нам придётся доставать из гардероба вещи потеплее. Так что всё идёт своим чередом. Это всё на сегодня. Ждём новых писем и сообщений, потому что многие сюжеты наши авторы ищут именно в ваших весточках, дорогие зрители. Так что давайте делать программы вместе и совместно отслеживать общественную жизнь в нашей дорогой Рязани-матушке. Впереди у нас программа подробностей. Её ведущая Олеся Харлина беседует сегодня с директором фестиваля воздухоплавания неба России Александром Мавриным. Напомним, это великолепное воздушное действие проводится в рязанских высях. А потому к созерцанию разноцветных воздушных шаров над нашими домами мы понемногу привыкли. И как жаль будет вскоре расставаться с этим зрелищем. Хороших всем нам новостей и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин